Сохранение экономической стабильности – это ключевая задача основных направлений бюджетной политики в Ненецком округе. В конце прошлого года округ впервые вышел на получение кредита. Как было отмечено на коллегии Минфина, долговая нагрузка растет у многих субъектов федерации. Долги регионов сегодня составляют более 2 трлн рублей. Первый квартал текущего года закончили с дефицитом 50 регионов. В прошлом году таких было всего 28. В 2015 году бюджет Ненецкого округа на 2016 год был разработан не на три года, а только на один. В текущем году планируется возврат к трехлетнему бюджету. Главная задача – бюджет, соответствующий новой реальности на сырьевых рынках и обеспечивающий развитие нашей экономики. Наш регион готовится к возможным рискам недополучения прогнозируемых доходов. Мы рассматриваем различные сценарии. Планируемые доходы округа уже уменьшены на 340 млн. рублей. На прошедшей сессии окружного собрания депутатов были внесены изменения в закон о бюджете на 2016 год. Дефицит нам удалось сократить с 20 до 17,1%. При этом расходы, связанные с социальной сферой, не уменьшались. Социальные обязательства бюджета будут исполняться в полном объеме. Что касается государственных программ Ненецкого округа, это не только инструмент исполнения расходных обязательств. Они должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. Ответственным исполнителям государственных программ предлагается повысить качество работы, анализировать причины недостаточного исполнения, систему показателей и планирования мероприятий госпрограмм. По итогам 2015 года исполнение госпрограмм Ненецкого округа составило 97,8%. В 2015 году на реализацию всех государственных программ в округе было запланировано 18,9 млрд. рублей. Фактическое же использование исполнения 18,5 млрд. рублей. В том числе средства федерального бюджета в сумме 750 млн. рублей. Наиболее емкими по расходной части программами являются программы развития здравоохранения, развития образования, оказания социальной поддержки населению, развития транспортной инфраструктуры. На все эти программы, на каждую из них, средний объем расходов составлял от 2 до 3,5 млрд. рублей. Так, по итогам 2015 года нами подготовлен сводный годовой доклад о ходе выполнения государственных программ. Данный доклад был рассмотрен и одобрен на заседании администрации округа 19 апреля. Основной подход к оценке эффективности государственных программ – это фактическое использование бюджетных средств, выполнение достижения целевых показателей, установленных каждой государственной программой, и выполнение установленного перечня мероприятий, предусмотренных каждой программой. Так, по итогам анализа за 2015 год из 24 государственных программ, 8 государственных программ реализованы с высоким уровнем эффективности, 11 программ с удовлетворительным уровнем эффективности, И по пяти государственным программам есть отклонения фактических достижений от планируемых более чем на 25%. Всего в 2015 году было запланировано 416 целевых показателей. Из них выполнено на высоком уровне 345 показателей, 32 со средним уровнем эффективности и 39, к сожалению, с неудовлетворительным уровнем эффективности. Формирование значительных бюджетных дисбалансов требует жесткого подхода к расходованию бюджетных средств. В целях эффективного планирования источников финансирования дефицита окружного бюджета ежемесячно ведется подневное распределение кассового плана по расходам. Ужесточается кассовая дисциплина с целью недопущения возникновения к концу текущего года и в последующие годы проблемы бюджетного навеса. Также планомерно повышается качество и доступность информации о бюджете для граждан.